Привет, мои хорошие! С вами Селена. С вами сегодня мы будем красить мои волосы. Как вы помните, в прошлый раз я окрашивала волосы, и у меня получились очень холодные корни. Это была Лонда 1281. И мне нравится оттенок, особенно если его сделать по всей длине, будет супер-пуперски. Но я взяла там краску, у меня что-то не получилось. Короче, в итоге у меня был такой, у меня были холодные корни досюдова. И вот такого цвета длина. Она у меня здесь немножко такая, ну, как, желтоватая, можно сказать, да? Не холодный оттенок. Но, в принципе, этот оттенок мне нравится. И насколько я помню, что красочка Лонда 1289, она именно того цвета, который нужен. Он будет, по-моему, вот такой. И я сейчас перед отъездом хочу покрасить волосы. У меня краски 1281 даже и нет, честно говоря. Она закончилась, видимо. Но я сейчас посмотрю. У меня два коробочка есть. Может быть, я просто в коробку положила другую. Нет, это 1289. И вот еще половинка. Мне вообще половинки должно хватить. Целую не буду разводить. И эта краска 1289. В общем, мы сделаем половиночку. Один к двум на девяти процентов. Для того, чтобы хорошо, равномерно закрасился корень. В общем, посмотрим, что будет. Я немножко боюсь. Боюсь, что будет желтее, чем мой основной цвет. Но я надеюсь, что ничего страшного. Что я потом смогу это легко исправить в домашних условиях. Итак, все. Берем мы 9%. 9% где? 9%. Вот такой вот капус у меня. Большими баллонами беру уже. Сначала я... Так, сколько у нас здесь? 30. 30. Значит, 60. Мне нужно этого. Все. Намешиваем. У меня здесь мерочка такая. Я сейчас ее... Вот так вот. Так, это 50. Сейчас на ровном поверхности. А то я сейчас все наколдую тут. Я знаю себя. 60. В принципе, 60, да. Так. И выдавливаю красочку. 1289. 1289. Точно. Что меня ждет, я ее не знаю. Кстати, прежде чем красить 1289, я вот так же, как и все, наверное, решила взглянуть, что это за цвет. И полезла в интернет, в ютубчик. Но, опять же, делать выводы где-то... В основном мне, наверное, темноватый показался цвет. Но, я не отчаиваюсь, что будет все один в один. Потому что исходный цвет корня у всех разный. На процентах тоже все разных красят. Поэтому и один к одному могут делать, а не один к двум. Поэтому я все-таки... Сами волосы у всех по-разному осветляются. Поэтому нет какого-то одного универсального рецепта для всех типов волос. Я к чему это говорю? Потому что меня часто спрашивают, типа, Селена, подскажи, вот у меня вот такие волосы, что мне покрасить? Во-первых, цветопередача на фото совсем не это. Ну, что мне покрасить, чтобы быть вот такой, как ты, например, блондинкой, да? Или закрасятся ли мои корни вот этой краской? У кого-то закрасятся, у кого-то нет. У меня вот вроде кажется на контрасте темный корень, да? Но на самом деле он не такой темный. Если я буду отпускать свои волосы, это будет такой среднерусый... Среднерусый, не темный. Вот. Ну и само качество волоса, структура, да? В принципе, поддается осветлению. Но посмотрим. Я сейчас вам такая рассказываю, что все должно быть супер. А у меня хераксы и корни желтые будут сейчас. Но я очень надеюсь, что сейчас вот эта краска будет прям-прям-прям идеальна на мои корни и по длине. Что не нужно будет даже проэмульгировать. Но я все равно проэмульгирую чуть-чуть, на всякий случай. Однажды мне девушка написала... Селена, напиши, пожалуйста, что значит проэмульгировать. Вот. Не все знают, что значит проэмульгировать. Я вам расскажу, когда пойду эмульгировать, я повторю, что это такое, для тех, кто не знает. Ну, может быть, молодые девочки смотрят, не знают. Так, вроде все помешало до однородной массы. Рука забилась. Все, одела перчаточки. Начинаю наносить. Времени у меня мало. Делать все буду очень быстро. Так. Вот так прям я наношу, прям сразу сюда. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Наношу на корень и чуть-чуть захожу на длину. Что уж тут поделать. Чисто корень сложно намазать. Ну, все. Потом вот так вот раз. Отделяю. Я не использую даже расчесочку, видите. И вот раз. И вот здесь. Толстым слоем можно намазать. Вот так. Ла-ла-ли-ла. Главная верхушка. Вот сюда на верхушку вообще краски не нужно жалеть. А вот уже там сзади. Потом приеду, поправлю. Потом, если что, маму позову, она мне поможет. Подровнять все. Ну что, мои хорошие. 15 минут у меня ушло на то, чтобы покрасить корни. Вроде пока я вижу вот... Вроде пока что тот цвет получается. Но еще рано на самом деле судить. Вот. Я все взяла вот так вот еще. Проэмульгировала. Вот вам еще, да? К эмульгации. Что такое эмульгация? Вот так вот все взяла. Потому что я сзади плохо вижу. Но у меня еще краска осталась. Я там накидала, накидала краски. Мне все там густо, мокро. Вот. Вот так сделала. И потом, знаете, когда время пройдет, у меня вот осталось красочки вот здесь. Ну вот прям для эмульгации. Чуть-чуть, да? Когда я пойду мыть голову, я возьму эту краску и как бальзамчик нанесу по всей длине, воды еще добавлю. И вот так все сделаю. Вот это называется эмульгация. Кто не знает. Ну, во всяком случае, я так эмульгирую. Может быть, эмульгация еще как-то по-другому сделается. В общем, все. Жду я 40 минут где-то. И пойду эмульгировать. Ну что, мои хорошие. Прошло 40 минут. Все. Я пошла сейчас все это дело намочу. И вот это вот все как маску нанесу по всей общей длине. Говорят, что этого делать нельзя на красках 12 и так далее. Потому что это портит длину и так далее. Но мою, короче, не портит. Вот уже опытом мою длину не портит. У меня все нормально. Поэтому я себе могу позволить, но вас предупреждаю. Чтобы вы этого не делали ни в коем случае. Опасно. Знаете, как это? Если вот не повторять. Вообще, я вот так вот, видите, в кофточке. Ну, просто мне ее не жалко. Если вдруг она замарается, то ладно. Уже так и быть. Пора ей уже отправиться во своясь. Да? Ну, вообще, конечно, хорошо было бы на плечики что-нибудь накинуть. А то я так одну футболку испортила. А вот, смотрите, видите? Все мои волосы вот проэмульгированы. Их можно закрутить 5 минуточек. Они могут так побыть и все. Ну, прям так интересно, что же там получится. Голосуйте в комментариях. Вот ставьте паузу, голосуйте. Я, ну, как бы надежда умирает последней. Я просто надеюсь на то, что будет сейчас просто вообще бомба. Как из салона. Ну, все. Прошло 5 минуточек. Я пошла, в общем, все это смывать. Ждите меня. Я этот. Как его там? Клоун. С этими вот штуками. В общем, вот что у нас сейчас. Кажется, вроде бы, как будто темнее немного корни. Да? Но по желтизне одинаково вроде бы. В общем, надо сушить и смотреть. Я воспользовалась... Сейчас покажу, чем мыло. Вот это фаберликовский шампунь. Он у нас шампунь-активатор густоты волос. Да? И вот это итальянское Inside Antioxidant. Мне очень нравится. Волосы просто шелк. Я уже много раз показывала. Во всем. Что пока я этим все и пользуюсь. Все, вернусь, когда посушу волосы. А, нет, стойте. Я же еще наношу спрей. У меня идет кератин. Это мой любимый спрей. Я уже показывала много раз его. Кератин. И здесь термозащита. И очень хорошо волосы еще лучше расчесываются после этого. Хотя, после этого бальзама, который я вам показала, волосы шикарно расчесываются. Даже без спрея. Но я его больше как термозащиту использую. И пока, вроде, идеально. Да? Что скажете? Пока идеально. Как будто как в салоне. Мокрый, по-моему, в салоне как будто. Этот холодный отлив ушел. Да? Рано я с вами попрощалась. Я хотела показать. Смотрите. У меня вот такой вот розовый тюрбан. Под розово. Я такая вся прям... Ай-яй-яй. Нравится мне. Короче, я же, конечно, не сушила волосы. Я там снимала, монтировала, все дела. Сейчас только начну сушить. Как раз оно все впиталось уже. Сейчас буду сушить. Фух! Так, ну что? Посушила, уложила. Смотри. Тун-дун-дун-дун. Так, что я могу сказать? В целом цвет нормальный. Но все равно я вижу какой-то холодноватый. Немножко корень. Может быть, это от тех еще осталось. Но вот вам не видно, да? В прошлый раз прям конкретный контраст был. Но, может быть, сейчас, ну, как бы, вот, не знаю, при каком свете, чуть-чуть холодные корни все равно. Хотя на раскладке, девочки, они на раскладке желтые. Желтая, желтая оттенок. Вот, короче, вот я, где мой пробор тут. Вот, все. Так, кто-то спрашивал у меня про маслица. Маслица, маслица, которым я пользуюсь. Масло чи. Вот кто-то говорил, какое взять? Ну, вот это мне нравится. Масло, в принципе. Я кончики всегда вот так вот немножко промазываю. Они такие более утонченные. И блестят. Вон, лучше еще от маслица. Главное не переусердствовать. Ну, в целом, хорошо. Я довольна. То есть, я поеду к расходу. В хвосте, смотрите. Я тоже потом буду смотреть, когда монтировать буду. Надо, конечно, мне чуть-чуть почистить длину. Вот, видите? Все-таки холодноватый корень. Длину почистить надо. День, да хватит там увекать, а. Все. Вот еще хотела показать. При свете дня. Я вышла на балкончик. Корень. 12,89 повторяю цвет. Ну, такая красота. Блистота. Я довольна. В общем, пишите в комментариях. Что скажете. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Побежала собираться. Субтитры подогнал «Симон»